Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 сентября. Я вот начала уже снимать такие осенние видео о подготовке теплиц, о подготовке почвы. Буду с сегодняшнего дня немного снимать. И вот сейчас, конечно, всех интересует. Уже вижу такие броские названия в интернете. Сделайте обязательно это после уборки томатов, после уборки урожая. Сделайте это, иначе не будет ничего на будущий год. Я, вы знаете, я не приверженец таких этих заголовках, зазывалок. Я вот скажу так, обрабатывать теплицы мы должны каждый, исходя из своих, своей ситуации, своих условий. Я вот специально пришла в теплицу перечную, потому что это самый такой, самый легкий вариант обработки у меня. Вот видите, у меня здесь рос перец. Вот это излишки перца, который перец мне нужен, я уже забрала, что нужно заготовки сделала. Немного заморозила, но морозилка у нас не безразмерная. Вот тут арбузы росли. Тоже остались вот еще два арбузика. Вот это будет излишки. Это уже, наверное, тоже в компостную кучу. Сейчас показывала вам кучу. И вот про перечную теплицу я хочу сказать, что так как здесь у меня не было никаких заболеваний, ни малейшего вообще никаких претензий ни к грунту, ни к растениям не было. Тут у меня будет самая легкая обработка. Сейчас уберу поливочные шланги. Завтра или послезавтра выберу время. Я просто из шланга, пока еще есть летняя вода, окочу вот эти все своды, помою тщательно-тщательно все вымою. И здесь не буду я не дезинфицировать грунт, потому что мне не отчего дезинфицировать его. Ничего делать. Я просто дождусь выходного, попрошу там, ну, может сын придет в гости или муж, добавим сюда перегноя. Я вот пальцем покажу, они положат вот по этим рядкам. Я все перекопаю и все. Это будет все. Закрою. киплицу глухо, ну, наглухо двери. И вот здесь, пока у нас жара стоит, поднимется высокая температура. Но кто хочет, можно еще пленочкой полиэтиленовой закрыть. Высокая температура поднимется, все здесь прогреется. И даже если бы здесь была, вот если бы это была, например, томатная теплица, даже если бы здесь была фитофтора, то везде пишется, что после 40 градусов, при нагревании выше 40 градусов, эти, ну, споры микрофитофторы, они погибают. Но у меня, я знаю точно, здесь фитофтора нет. Еще раз повторю, это был перец. Просто я мою своды, смачиваю все, перекапываю и закрываю двери. Вот здесь будет такая пропарка. И вот это один из самых дешевых, доступных, простых способов обработки теплицы. Это термически называется. Можно просто с помощью солнца прогреть. Тут будет как духовка. Можно еще. Люди весной некоторые делают. Потом поливают горячей водой. Это тоже дезинфекция. Все. Это будет чистая теплица без применения каких-либо препаратов, средств, не только химических, но и биологических. Здесь у меня не будет ничего. Это вот самое низшее, самое простейшее способ обработки. Дальше будет в теплицах томатных. Я все-таки применяю иногда биопрепараты, такие как вот фитоспорин или фитопфлорес. У меня вот есть, в нашем городе производят. Там я буду более сложно обрабатывать. Я покажу подробно. Но если, я еще раз вам говорю, если у вас не было никаких заболеваний, никаких претензий к растениям не было в теплице, то не нужно ничем сильно пичкать лишним осенью. Достаточно просто помыть, закрыть, увлажнить почву, все закрыть и пусть она пропаривается. Все. Вот так я буду делать в теплице перечной, где у меня не было никаких заболеваний.